всем привет спасибо что заглянули на мой канал сегодня у нас с вами на досуге косметика факалюр будем с вами много чего разбирать и делать вот такой вот макияжик поэтому очень надеюсь что видео будет вам интересно обязательно оставайтесь вместе со мной в этом видео у нас с вами будут кое-какие продукты которые вам пока заложат до этого возможно мы их с вами попробуем немножечко по-другому а также мне быть румяна подка скульптурирующая палетка прям также нас с вами будет матовая помада в стике блеск кремовые тенюшки спонжик который у нас уже грязный и также у нас есть вот такая вот матирующая база вернее база которая сглаживает пор и тональный крем также будут и другие продукты от факлюр поэтому очень надеюсь что видео будет вам интересно давайте уже будем краситься ну что давайте не будем задерживаться начнем краситься есть у меня здесь кое-какие новые продукты которые хочу показать и принципе из-за которых мы снимаем это видео и также для того чтобы дополнить макияж я уже буду использовать кое-какие вещи которые мне уже были давайте мы сначала оформим лицо сделаем тонной кожи однотонным для этого у меня есть такая вот штука это матирующая база которая блюрит пор и минимизирует пор я ее еще не успела пробовать поэтому давайте попробуем вместе с вами и нанесем ее на половинку лица вот сюда вообще на руке я пробовала когда уже делала видео с распаковкой на руке мне она очень понравилась она мне чем-то напомнила по эффекту базу от nix angel которая тоже такое делает бархатное красивое лицо и тоже минимизирует порки базы вообще нужно наносить вообще небольшое небольшое количество мне кажется даже за многое чуть-чуть подсниму потому что когда этой базы нанесли много она сделает только хуже поэтому маленькое количество на те участки где у нас есть поры но если сейчас посмотреть пока я не нанесла тональный крем вот эта сторона выглядит более матовой ну и по ощущениям она такая более гладкая база это силиконовая прозрачная хорошо приятно наносится наносим базы вот именно такие своими руками пальчиками для того чтобы как бы распределить хорошо на коже для того чтобы нанести их меньшее количество как я говорила в общем будем смотреть здесь 25 грамм красивая упаковка приятно но без запаха ну дальше естественно с по логике вещей тональный крем но хочу вам показать спонжики от факлюр я вам уже показывала мне прислали еще один новый этот у меня старый сейчас я вам покажу насколько они раздуваются вот этот вот меня новенький этот вот намоченный он раздувается честно скажу спонжи от факлюр я очень люблю я их советую у меня есть спонжики от real technics которые мягче но не очень быстро разваливаются вообще мягкие спонжи они обычно ну их не так надолго хватает а этот вот как бы я им пользуюсь очень хорошо он работает единственное что с него не очень хорошо вымывается пигмент именно тонального крема но пользоваться им просто одно удовольствие хороший спонж за эти деньги тональная основа я ее вот прям тестировала все эти дни про нее есть мне что рассказать но самое главное это я неправильно подобрала оттенок себе сейчас его тоже залазила на сайт смотрела вообще что там есть по оттенкам и не могла понять каким чем тут еще медовый который заведомо будет рыжим поэтому сегодня лицо у меня будет рыжим это матовый тональный крем с плотным покрытием на кисти с алиэкспресс ссылочки как всегда тоже будет под видео буду сегодня рыженькой ничего страшного бывает смотрите он плотный он очень хорошо перекрывает и он матирующий и он очень хорошо держится в течение дня вот на самом деле что стил аудер добыл в что этот это тоже в течение дня мне очень хорошо лежал я его сейчас тестировала я его не наносила одного я его добавляла в свой нестойкий тональный крем который благодаря вот этому тональному крему становился стойким но у него есть минусы самый большой для меня минус что он сушит кожу я сегодня уже очень сильно так увлажнило лицо очень интенсивно смотрите у меня принципе неплохо подошел и он как-то впадает в поры впадает в поры подчеркивает все шелушинки несмотря на то что как бы я кожу всегда очень хорошо очищаю у меня энзимная пудра постоянно используется через день то есть шелушинками быть не может но этот тональный крем делает все чтобы эти шелушинки были возможно его нужно набивать чисто спонжем а не кистью тогда он шелушинки никакие не подчеркнет но он проваливается как-то вот в поры вот в конце дня но еще раз повторюсь там оттенков очень много оттенки можно выбрать просто имейте ввиду что-то этот восьмой оттенок он и знаете что еще мне понравилось меня обычно если я нанесла какой-то тональный крем и чувствую сухость на своем лице потом у меня будет т-зона жирная но с этим тональным кремом у меня вообще не было жирной т-зона мне еще понравилось удобная очень красивая стеклянная стеклянная упаковка она прям такая тяжеленькая красивая упаковка качество упаковки конечно прям люксовая но этот тональный крем не стал моим любимым я конечно вот сейчас его на видео использую но в жизни я его использовать не буду потому что на моей коже он себя не ведет хорошо у меня есть также консилер от фокалюр сегодня мы его тоже будем использовать консилер светлый поэтому можем сделать даже немножечко контурирование немножечко высветлить зону хотя ну в принципе цвет ничего я сегодня сильно так увлажнила посмотрим как себе он будет вести но нет я вижу он западает в поры. Он западает в поры, у меня как бы, ну, есть куда западать, поэтому для меня нет. Я нанесу консилер под глаза. Консилер этот достаточно плотный, достаточно стойкий. Я вообще не очень его люблю под глаза. Ну, просто я, в принципе, небольшой любитель стойких консилеров под глаза. Ну, консилер этот ничего такой. Я иногда им пользуюсь, когда мне нужно что-то высадить, когда мне нужно что-то плотненькое. Подчеркнуть бровки снизу мне тоже нравится. Смотрите-ка, пользуемся спонжиком сегодня на все. Возьму немножко кисточкой для консилера подтушую. Ну, он чисто что плотноват, под глазки он, ну, немножечко морщинки может западать, а так он себя хорошо ведет на лице. Ну, и тональный крем немножечко на углу у меня подчеркнул шелушение. Давайте я быстренько за кадром опормлю бровки, так как продукта для бровей у меня нет, и вернусь вам. Ну, и если хочется чуть-чуть бровки сделать такими, как бы, приподнятыми, консилер этого кольора для этого подходит очень хорошо. На такую плоскую синтетическую кисточку немножко наношу и как бы подчищаю эту зону, делаю нижнюю линию ровной. Сейчас модно, чтобы нижняя линия была прям такая ровная-ровная, а сверху может быть бровка натуральная. Я думаю, что разница вам тоже сейчас видна. Это дело одной минутки. Давайте сначала уже оформим в лицо, а потом займемся глазами. У меня еще есть классные продукты для лица, которые очень хочется, конечно же, вам показать. Первая это вот эта палетка. Я про нее у нас слышно, и мне очень хотелось ее попробовать. Это скульптурирующая палеточка от Focalure в 01 оттенке. Те, кто смотрел мое видео с распаковкой, видели, как я удивляла тому, что она магнитная. Здесь очень хороший пластик, она не скрипит, не трясется, она просто приятная, красивая, прелесть и очень приятная мягкая текстура. Я просто пою воды и считаю, что вот эту штуку, если вы любите бюджетную косметику, нужно обязательно попробовать. Беру кисточку и на влажный тон буду наносить хайлайтер. Сейчас покажу как он круто выглядит. Набираю. Сначала прикладываю, как бы припудриваю, а затем шлифую. Посмотрите, какой красивый блик. Просто восторг. Мне лично понравился он очень. Я разные как в отзывы видела, но можно сделать не таким ярким блик. Можно сделать блик поменьше. Давайте на этой щечке поменьше сделаем. Вот посмотрите. Он уже не такой яркий, но мне очень нравится. Он такой мягкий, он так хорошо набирается на кисточку. А здесь вот прям такой ух, какой блик сияющий. Давайте мы его немножечко тональным кремом сверху, чтобы он такой сильно яркий не был. А то уже прям чересчур. Чуть-чуть галочку на верхней губой. В общем, вот эта палитра, это просто вау. Не зря она популярная. Дальше, ну по логике нам нужно нанести бронзер, но бронзера у меня нету, поэтому давайте сразу нанесем скульптор. Скульптор вроде достаточно светлый, но я на своей коже его тоже вижу. Он приятный, он хорошо тушуется, хорошо наносится. Набираю на вот эту свою любимую кисточку и вот такими вот движениями наношу. Прекрасный, прекрасный тушуется, мягкий. Возможно, из бюджетных скульпторов, что я пробовала, самый лучший. Можно было припудрить, кстати, лицо до того, как его наносить, но я нанесла на мокрое лицо влажное, такой воздушной кисточкой для того, чтобы, ну, как-то он поярче немножко был. Мы еще все припудрим. Тень есть. Я думаю, что вы видите, что тень есть. Тень он дает и очень красивый оттенок. Мне кажется, белоснежкам прекрасно подойдет. И не только, потому что вы видели, что тональный крем у меня сегодня очень даже не светлый. Немножечко носик пройдусь по бокам. Он какой-то такой нехолодный. И, кстати, сегодня я хорошо увлажнила кожу и не чувствую вообще никакой сухости вот этого тонального крема на лице. Еще один из продуктов для лица это вот эти румяна. Это тоже просто мега восторг. Возьму кисточку, которая наносила хайлайтер, и нанесу на зону перехода между нашей коррекцией и нашим хайлайтером. Румяна запеченная, оттенок красивейший. Это тон 0.1. Просто вообще. Я думаю, что они там все должны быть красивые. Он такой эффект дает. Такая кожа сияющая, красивенная, зашлифованная. Оттенок безумно красивый. Смотрите, я его как бы шлифовочными движениями тоже наношу. Они такие с сиянием на цвет есть. Тоже сейчас их на каждый день просто обожаю. Вот эта свежатинка, ту, которая дает эти румянки. Я вот это все наношу, наношу. Хочется еще, еще, еще. Теперь пудра, которая у меня уже была. Я вам ее уже показывала. Вот как-то девочки с жирной комбинированной кожей писали, что она им не подходит. Я вам уже про это говорила. Мне, в принципе, она тоже не подошла, потому что через некоторое время она как-то наоборот жирнит лицо сильнее. Но те, у кого нормальная сухая кожа, говорили, что это просто огромная восхитительная находка. И писали слова благодарности, что я показала им эту пудру. Пудра очень мелкая, она круто блюрит поры. Сейчас мы это сделаем. У меня это будет вообще видно. Она прекрасна. Прекрасный помол, отличная упаковка. Но я все-таки советую ее девочкам с сухой кожей. Вот с сухой нормальной кожей она просто восхитительно подходит. Но у меня просто сразу поры просто быстро, быстро мгновенно пропали. Давайте я чуть-чуть припудрю консилер под глазами. Возьму вот такую кисточку. Я смотрю, что его уже нужно немножко припудрить здесь. Я, кстати, под глазом тоже хорошо подходит. Мне нравится. Он как-то выравнивает рельеф под глазами и даже морщинки как-то зашлифовывает. Вот даже у меня сейчас было, что немножко консилер морщинки запал. Ну, пудра крутая. Крутая. Если вы даже, ну, вам она не подойдет на лицо, можете взять ее под глаза себе нанести. И упаковка, и все просто прелесть. Перейдем с вами к глазам. У нас как бы есть две возможности накраситься. Можно нанести на консилер или на помаду, которая у меня есть. Давайте, наверное, накрасимся сегодня помадой, потому что консилером уже мы делали какое-то в прошлое или позапрошлое видео про фокалер. Я, как всегда, возьму две кисточки из набора от Банксир. Мне они нравятся. Сейчас просто быстро сделаю подложку. Одной кистью наношу, второй растушевываю. Начиная с серединки века. Цвет достаточно, конечно, яркий, но какой есть. Немножечко плешивит на губах, но за счет того, что оттенок темноват. А так помада очень даже. Будем красить сегодня только верхний век. Не хочу отвлекаться на нижний. Ну, как-то так. Достаточно быстро. Теперь я хочу показать вам еще раз, но уже другой оттенок вот этих кремовых теней от Фокалюр. Это у меня тон 0.2. У меня еще был золотистый. Я уже не помню, какой оттенок. Где-то я его спрятала. У меня он, кстати, в кейсе даже лежит. Вот прекрасная вещь. Единственное, что вот этот немного более как бы рыхлый. Золотой он прям дает прям такую четкую линию. А здесь уже как бы чувствуется немножечко какие-то блестки. Но все равно он очень красивый. Я вот недавно ходила гулять с подругой, делала им стрелки, которые держались целый вечер. Она реально стойкая и водостойкая. На моем жирном веке держится идеально. И меня вся подруга целый вечер говорила, какие у тебя красивые стрелки. Как же это красиво выглядит. Я сейчас по-быстренькому нанесу вот эту блесточку на центр века. И покажу вам, какое обалденское от нее сияние. И мне очень нравится использовать и для стрелочек, и для двойных стрелочек. Очень красиво. Наношу на центр века и возьму какую-нибудь синтетическую кисточку, можно плоскую из набора банксир, и просто по краям чуть-чуть вот так вот. Ну, чтобы сдадить этот переходик. Это стойко, это быстро, это легко. Это не нужно никакой пигмент использовать. Но это будет очень красиво. Главное, хорошо их нанести. Ну и нужно дать этому продукту на глазах подсохнуть. И теперь давайте возьмем нашу пудрочку. Она, кстати, очень хорошо подходит для этого. Мы припудрим зону тушевки нашей пушистой кисточкой. Просто вот здесь вот по краю проходим пудрочкой. Кстати, помада такая липковатая. Не идеально она подходит для того, чтобы быть подложкой. Будем краситься тем, что есть. Возьму кисточку, возьму скульптор. Сюда вот во внешний уголочек. Для того, чтобы сделать макияж чуть менее розовым. Он, конечно, светловат, но ничего страшного. И, наверное, давайте возьмем хайлайтер из вот этой вот палеточки и нанесу в внутренний уголок, чтобы эту вот розовинку убрать. И те же самые румяна возьму тоже в переход нанесу между хайлайтером и нашими тенями. Я немножечко все-таки тенями затемнила внешний уголочек совсем чуть-чуть, потому что на видео вообще будет полупрозрачно. И оттенком скульптора прошлась чуть-чуть по нижнему веку, нанесла тушь. И такой вот результат мы с вами получили. Очень, ну, по-вечернему, будем честны, потому что сияние очень сильное. Но для ежедневного использования очень красиво делать им стрелочки. Это так по-летнему. Мне кажется, даже сияние у него сильнее, чем у пигмента, который мы тестировали с вами в прошлом видео. И у нас остались с вами еще продукты для губ. Вообще, все видео у меня на губах была вот эта помада от Focalure. Она очень приятная на губах. Она вроде матовая, помада в стике, оттеночек 0,7. Но такое ощущение, как будто губки увлажненные, как будто у меня бальзам на губах. Единственное, что, не знаю, дело то ли в этом оттенке, то ли в этой помаде. Он как-то подчеркивает текстуру губ, что не очень мне понравилось. Помада достаточно стойкая, цвет красивый. Сейчас я еще обновлю, чтобы вы увидели точно цвет, как он выглядит. Цвет достаточно светлый, очень хорошо такой цвет подойдет под карандаш. Там различные оттенки есть, если вас эта помада заинтересует. Здесь очень тоже красивая упаковка, такая добротная, приятная, тяжеленькая. То есть снизу это идет металл. И еще у нас с вами здесь есть это от Focalure. Вот такой вот блеск. У них там тоже они есть разные, с цветом различные. Я почему-то выбрала прозрачный, хотя можно было и с цветом, потому что там тоже цвета очень такие красивые, нюдовые. Это блеск, который шел в упаковочке. По-моему, на нем было написано, что он Plump Max. Да, то есть он увеличивающий. Это блеск, который пахнет вообще мятой, и он с таким ментоловым эффектом. И знаете, запах мяты вообще такой сильный. Если вы не любите запах мяты, то вам не понравится, но вообще я мятку люблю. Прям сейчас открыла, пахнет жуачкой мятной. Нанесу наверх. Красивый, приятный блеск, который дает хорошее увлажнение. Я думаю, что это будет очень хорошее дуо с этой помадой. Чуть-чуточку ощущается вот это вот ментоловое воздействие на губки, и они, ну да, чуть-чуть пухлее становятся. На самом деле, красивый, приятный, комфортный. Он не сильно липкий. Я бы даже вообще назвала его не липким. Приятно носится. Я его в последнее время вот использовала как бальзам на губки. Все, уже чувствуется вот этот ментоловый эффект. Кровь немножечко прерывает, но он такой приятный, не сильный, потому что бывает, что прям хочется скорее стереть. Здесь нет. Здесь все достаточно хорошо. В итоге у нас с вами получился вот такой вот макияж. Как по мне, достаточно необычный и интересный. Продукты Фокалюр есть действительно достойные. Я в первую очередь вот очень советую вот эту вот палитрочку. Посмотрите, она и тень дала очень красивую. И я сейчас ей вот припудрила тушевку. Очень хорошо на скульпторе скользят тени. Вообще классно. И хайлайтер такой, что и во внутренний уголок, и как тени, и как сияние. Смотрите, он прям такой. Можно, кстати, его тоже и на тело нанести, на ключицу. Он тоже будет яркий. Смотрите, какой он дает эффект. Прям такой металлический. Еще мой фаворит это вот эти румяна. Обожаю. Что цвет, что текстуру. Они такие уже запеченные. И нужно некоторые усилия приложить для того, чтобы их набрать. Но, в принципе, достаточно хорошо набираются. Не скажу, что есть какие-то проблемы в этом. Оттенок у меня этот 0,1 вообще. Ну, тени я вам говорила, что я их, в принципе, люблю. Вот эти кремовые. И вообще, все продукты достойные. Единственное, что у меня вопрос вот к тональному крему. И разницы, честно скажу, на стороне, где есть праймер и где праймера, не вижу. Потому что у нас была классная пудра, которая отлично сглаживает поры. И я тоже советую на нее вам присмотреться. И вообще, честно скажу, фокалюр приятная классная упаковка и классное качество товаров. У них есть классные цвета, классные оттенки. Поэтому присмотритесь к этой марке. Поэтому очень надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Вы для себя, может, присмотрели какие-то тоже интересные продукты. Напишите, пожалуйста, под видео, что вам понравилось, что вы, может быть, себе бы заказали. Я буду тогда знать, что в будущих видео брать для вас на обзор. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх, так как это маленький же с благодарностью от вас. А для меня это очень-очень важно и очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Смотрите другие видео, которые я вам рекомендую. Увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока!